Если б не тренер, хрен бы сюда приехал. Да, ну правильно. Я таким людям предлагаю просто тогда сразу со мной идти побороться. Я им предлагаю минуту на мате по правилам черных поясов, и их повезут отсюда в клинику травматологии и ортопедии. Музыка По чем два балла сегодня? Два балла? Да за пятихатку. Привет! Привет, фрик! О, с! Ну, Даша, расскажи, что ты сегодня здесь видела? Что было вообще? Я видела крутых детей. В очередной раз убеждаюсь, что у нашего БЖЖ есть будущее. Ну, я без сарказма, без троллинга. У вашего? И у нашего, и у вашего. Не, ну, крутые дети. Гораздо круче многих наших синих и пурфурных поясов, на самом деле. Ты по фамилиям можешь тут назвать вот этих синих и пурфурных поясов? Себя, например, могу. Я вот синий пояс, эти дети круче меня однозначно. Очень тяжело было, потому что мы после болезни очень сильные. Но победили. Мы выиграли. Как тебя зовут? Кристина. Кристина, тяжело было? Да. Народу много висит? Нет. Одна девочка. Одна складка у тебя была? Долго готовилась? Я проболела. Все. Вот наша вся готовность. Спасибо большое за организацию. Очень все круто. Мы довольны. Я вижу деток, которые там возраста моего сына и младше, они борются, они стараются. Я вообще, я не знаю, это, конечно, не день, а кроволом сплошной. Они плакать начинают там иногда, но это, причем так, они не то, что там убиваются и стерят, это крайне редко здесь, а действительно от обиды, от расстройства, что проиграли или больно ему там. Ну, нет, они большие молодцы. Все, я считаю, что дети. Все вообще участники детских соревнований заслуживают вообще какого-то великолепного поощрения, никаких упреков со стороны, конечно. Я вот призываю родителей, тренеров кричать, им только положительные вещи, а ни в коем случае, как-то я раз слышал, что если ты сейчас, типа, постучишь, ребенку тянут на армбар руку, я тебе сам ее доломаю. Я таким людям предлагаю просто тогда сразу со мной идти побороться. Я им предлагаю минуту на мате по правилам черных поясов, и их повезут отсюда в клинику травматологии и ортопедии. Поэтому предлагаю по меньшей мере такое не кричать, уважать своих детей в том числе, других людей, потому что тут уже какие-то родительские потасовки случились, две, как утверждается. Ну, немножечко не хватает, видно, старшему поколению воспитания. Дети, кстати, себя ведут как настоящие спортсмены большинство, поддерживают один другого, если тот расстроился, он его там успокаивает, выходят со схватки, пожмут друг другу руки. То есть дети, как нередко это бывает, демонстрируют гораздо более высокий уровень, ну, какой-то, наверное, нравственного развития, чем некоторые взрослые. Ну, вообще, молодцы. Есть очень интересные техники. Неожиданно, совершенно для такого возраста, веса и, как бы, класса, люди делают такие приемы, которые прям не ожидаешь от таких детей. Не, ребят, молодцы. Это вообще техничная борьба. Мне кажется, вот надо не видео смотреть, а на детские турниры ездить, чтобы смотреть технику, короче, как гард проходить. То есть, в общем, мне очень нравится, но я бы предпочел это смотреть со стороны, а не судить, потому что очень тяжело это дело. Эмоционально тяжело. Ну, ничего. Вот как со взрослыми, мне пофигу завтра. Хоть это, кто-то, делайте, что хотите. Даже если плакать начнете, я буду стоять безжалостно рядом. Конечно, с детьми немножко другая ситуация. Ну, мне кажется, все хорошо пройдет, очень профессиональная команда приехала, рефери заграничных. Есть вот Родриго, ходит он, судил мои все схватки абсолютно 15-го года. Невероятно квалифицированные рефери. Алекс Пас, старший рефери соревнований, главный рефери, ну, вообще, чумовой дядька. Вчера, кстати, был великолепный семинар, его вели Алекс и Александр, парень с бородой, тоже очень хороший рефери. Такие вообще, Оли Геддес, ну, то есть, класс судей, на самом деле, это класс чемпионата мира, на самом деле. То есть, я не про нас со Стасом, конечно. И Оли Геддес. Да, Оли Геддес, Павла Сержи, да, ну, то есть, не, это такие ребята, это такой уровень, который действительно гарантирует, что, если им кричать, да ты судишь криво-косо, ну, слушайте, убейтесь и об стену идите, потому что эти люди судят, мне кажется, больше в день, чем едят. Здравствуйте, Алексей. Ты в милиции не работал? Бог миловал мне. Очень был хороший, вчера я начал говорить, семинар, он действительно был классный, этот класс вот по рефери-корсу. Знаете, пришло, вот у нас все так, блин, правила, откуда я их должен знать, а в этой книжке комиксы нихера не понятно. Вчера пришло 4 человека, кроме тех, кто судит, пришли представители команд, 4 человека. Поэтому завтра, дорогие мои, никакие ваши претензии, типа из серии «Ты осел, ты не знаешь, как судить», или «Варшавский такой придурок», или там Пеблов не понимает, что делать, или Даут. Ребята, вчера, значит, надо было быть в пятницу, там в 5 часов пройти этот рефери-корс, задать свои вопросы, все показали, все рассказали. Да, есть сюрпризы. Некоторые завтра, например, если будут использовать свою логику правил IBJF прошлого года, наткнутся на то, что уже кое-что действует не так. Мой любимый пример разрушен, который я приводил, например, вас в спайдер-гарде держат снизу соперник, вы обходите, ставите колено, но рука остается в спайдере. То есть раньше это уже засчитывалось как проход и 2 балла за колено. Теперь нет, и они утверждают, что в IBJF тоже сейчас это убрали. Что пока нога есть, это продолжает оставаться гард. Соответственно, если человек дальше слипанет, он слипанул и получил слип, 2 балла. Но с этим, с Легласа осталось все как было. То есть если ты обошел вместе с ногой Легласа, она уже не рабочая и засчитывается гард-паст. Так что есть определенные нюансы, они есть и в других моментах. Нравятся, они не нравятся, логичны, они нелогичны, это другое дело. Но для того, чтобы не чувствовать себя обворованным, не кричать, что судьи и уроды, нужно было, конечно, в принципе, появиться, по крайней мере, основным тренерам, представителям команд на этом реперикорсе. Но, видимо, пока наше сообщество БЖЖ еще не доросло до того, чтобы приходить. Я не знаю, это, наверное, стоило там тысячу рублей, но, наверное, оно того стоило отправить от команды одного человека, который врубался бы в тему. Ну, никто не захотел приехать. Так что завтра будете выкручиваться, как придется. Окей, успехов тебе сегодня. Спасибо. 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 Ну, расскажи что-нибудь. Как отборолись твои дети, твои вот эти близняшки? Мои близняшки? Мои близняшки чудесные. Степа с Смоленской стрелы проиграл. Зато он проиграл с другим другом, у Степи. Степа проиграл. Степа проиграл Степу. И новостей на сегодня нет. Пенсионеры. Потрепанные жизнью. Да-да-да-да. Жизнь. Если б не тренер, хрен бы сюда приехал. Ну, правильно. Голосы разомни. Главное, что он не слышит. Да-да-да. Пойдет. Субтитры подогнал «Симон»! Эй, парень! Как настроение на схват боевой? Последняя схватка вечера. Ты понял, что они сказали вот это «Куликлара»? Поро. Поро, я понял. Сказали, что извиняются за что-то. Дим, правда, да, говорят, что ты после этого чемпионата решил завязать с джиу-джитсу? В принципе, я не хотел это озвучивать раньше времени, но раз уж так пошло, как у Алексея... Субтитры подогнал «Симон»!